здравствуйте уважаемые подписчики и гости канала вами надежда николаевна добро пожаловать на канал ума предлагаю для размышлений тему обереже скажите пожалуйста кто не хочет чтобы у нас был такой покров над нашей головой полностью чтобы мы все были как кафандре и как же этот скафандр у нас по жизни нарабатывает чтобы он был прямо такой вот пуленепромбиваемый чтобы он был всесильный этот оберег но он так и есть у нас он так у нас есть если мы вышли из понятия того что можно быть как все а теперь мы уже не как а теперь мы как избранные теперь мы как искатели которые идем по тому пути который разумляет нас подсказывает нам что мы идем верно и в этом помогла наша вера вера в наших предков вот поймите то что в нас собраны все божества вот человек когда доходит до того сознания что мое тело это не мое тело что мои мысли это не мои мысли что я дух а дух нас живет в левом сердце посмотрите посмотрите пожалуйста вот на эту вот он язычок пламени этот дух живет в нашем сердце и вот момента того что это не мое тело что это не мои мысли что это не мои эмоции что это что это дух что это сила божественная которая сотворила нас благодаря матери земли я не буду вдаваться в то как все это все биологически тысячелетиями миллионами лет все это происходило но мы с вами дошли сейчас уже до черты да уже идет суд и вот представляете себе что где-то на планете земля этот суд этот суд совершается прямо вот материально да суд и все вы поняли о чем о чем я вам сказал хорошо вот смотрите все кто находится в огне кто находится кто находится кто находится на краю гибели вот что помогает человеку молитва вы знаете хорошо если хотя бы молитва отче наш заложено в вас детство благодарю свою бабушку которая вложила в эту головку в эту головку маленькую когда-то молитву отче наш и всегда со страхом эта плоть смотрела вокруг а можно ли сделать хорошо а можно ли сделать плохо и вот сердце содрогалось от того что когда-то что-то сделал плохо что когда-то не сдержался потому что вдруг тебе сказали так мы же отойдем да мы же ни во что не веруем а вот плохо потому что наши бабушки прабабушки прапрабабушки и теперь вот бабушка которая денно и ночно трубила и трубит в небеса своими словами своими не своими не своими словами не своими а все силой духа силой духа поэтому если ваша мамочка ваши ведь бабушки прабабушки прапрапрапрапрапрапапрапрапрапруэпра и так бесконечно Благодаря кем мы с вами здесь и сейчас. И если каждая мама своё дитя переливала колыбельную песенку, то это колыбельная песня. И эти колыбельные песни, которые как клубочек, как вот эта ниточка, крайняя вот эта конец, который сейчас вот держит это тело где-то в голове. И ещё до сих пор эти колыбельные передаёт своим внукам, как наши бабушки передавали и прабабушки вливали в наших мам, в наших отцов. И вот это всё нас защищает. Есть, конечно, на земле благодатная райская земля, за которую идёт грандиозная битва. Поэтому в трудную минуту вспоминайте все страждущие, все нуждающиеся в том, что у каждого из нас есть ангел-защитник, ангел-хранитель невидимый. В молитве, конечно, православной есть специальная молитва ангел-хранитель. Ангел-хранитель, защитник мой, святой покровителю души и тела моего, вся ми, прости, ели кеметта, оскорбив во все дни живота моего. А щи, что сгрешив пришедшую ночью, покрый мя в наступающий день и сохрани мя от всякого искушения противного. Аминь. Но ведь можно просто этого ангела, если ты никогда в жизни к нему не обращался, просто сказать, сначала попросить прощения у него, ангел мой, хранитель, святой мой покровитель. Пожалуйста, прости меня за то, что я не обращал на тебя никогда внимания. Приди, будь со мной всегда. А потом вспомните ситуации жизненные, когда к вам вдруг ниоткуда подходил кто-то и помогал вам. Или когда в вашем теле так удесятерялись силы, что вы могли противостать какому-то злому человеку, который зарился на вашу чистоту, на вашу невинность. Просто вспомните об этом, и вы увидите, что он, ангел-хранитель, даже если вы его и не просили, и не обращали, все равно критические минуты. Он вас не пускает сесть на самолет, который должен пострадать. Вы опаздываете на поезд, на котором потом совершится какое-то крушение. Вы остаетесь живы и здоровы. И это не случайно. Не случайно эти совпадения. Потому что действует цепочка молитв наших бабушек и прабабушек, которые вкладывали в тексты колыбельных своих деток. И таким образом мы получили вот этот защитный кокон. Я просто хочу, чтобы вы знали, что мы с вами защищены всегда. Ходите вы в храм или не ходите. Стали вы таким продвинутым. Или вы еще остаетесь на своей ступенечке своего развития. Главное, когда вдруг придет критический момент. И случится так, что вы уйдете, что ваша душа просто не сможет находиться в этом теле, потому что это тело вдруг может стать непригодным для души и духа. Поэтому все говорят, что в этот момент критический, когда душа выходит из тела, все видят длинный светящийся коридор. И в этом конце коридора яркий-яркий свет. Еще кто-то говорит, что когда вы к этому свету будете приближаться, вы будете видеть лица своих родственников. Но ни в коем случае не нужно останавливаться. А чем ярче свет вот впереди, тем вы должны достигнуть того яркого цвета. И там вас встретит Бог. Сначала вы увидите картинки всей своей жизни. Прямо вот она промелькнет перед вашими глазами, как калейдоскоп. Вы увидите свои хорошие поступки, вы увидите свои злые поступки. Когда будут мелькать хорошие картинки, Господь будет восхищаться и радоваться за вас. Но когда вы где-то там увидите то, что плохое промелькнет в вашей памяти, он будет огорчаться. Но для этого, для того, чтобы наконец понять, что у нас есть постоянный защитник. Постоянный защитник, и это мама Кундалини, которая спит до определенного времени на крестовой косточке позвоночника. И когда мы просыпаемся, она нам помогает. Но даже запомните, если вы еще и не реализованы, но она все равно вам помогает в критических ситуациях. Кундалини – это сила Святого Духа. Это то, ради чего мы с вами приходим. И каждый раз, если мы с вами понимаем, что это не мое тело, что это тело Господа, Бога, и через наше тонкое тело, через Святой Дух, Он входит в наши тела, если мы Ему разрешаем. Он живет нами, Он чувствует нами, Он питается нами. Просто это так все просто. Но просто до этого состояния нужно, наверное, дойти, доползти. И для этого нам даются различные скорби и испытания. Теперь могу сказать, что я благодарю каждый миг моего существования земного за то, что я здесь и теперь. Буквально вчера или позавчера я вам выложила видео, которое я снимала прямо вот на улице. Да, погода сейчас осенняя. И в этом городе, который все-таки близко к океану, близко к морям, поэтому здесь более-менее морской такой климат. И осень переживается тяжело, поэтому здесь даже перевели время летнего вот на зимние. Может быть, и есть здесь резон, потому что и позже приходит свет, и позже уходит солнечный свет. Поэтому, наверное, все-таки сделали это экономно. Но я отвлеклась. Я сейчас с вами говорю о наших защитниках, о наших помощниках. Честное слово, хочу признаться. Часто во сне некоторые люди видят, что на них какая-то сила наступает, прямо вот идет, фронтом прямо на тебя. Ты стараешься православным крестом перекреститься? Ты крестишь его, а оно все равно на тебя идет. Да еще и улыбается. Поэтому есть очень простое средство спонтанной йоги. Это просто наша правая и наша левая рука. Итак, левая рука всегда советует йоги. А йог, я вам уже сказала, это человек, который разрешил божественной энергии проходить через нашу тонкую систему и жить в нашем духу левом сердце. Итак, как же защититься руками? Для этого существует бандхан. Я так понимаю, что это именно как колпак мы рисуем над своим телом физическим, через который никакая сила не проникает. Для этого просто надо правую руку поднять, пронести ее над головой, опустить с левой стороны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все, мы с вами защищены. Просто помним об этом, что выходя из дому, идя в какую-то серьезную организацию, идя на какой-то прием, на какую-то серьезную встречу, вы должны себя оградить. Вот, как раньше мы это делали крестом, теперь ограждаем себя бандханом. Бандханом, потому что, как мы говорим, на наших ладошках, на кончиках пальцев, мы чувствуем прохладный ветерок святого духа на ладони, на пятках, на темечке головы. поэтому, мы с вами уже не мы, те, кто слушает меня. Ну, кому непонятно, о чем я говорю, тогда я буду говорить как психолог, потому что будьте сами себе учителями, будьте сами себе докторами, и будьте сами себе психологами. Ну, еще в школе я заканчивала украинскую школу, поэтому было такое произведение «Стой, смерть, остановись». Да, во время Второй мировой войны идет сложная операция одному бойцу, который тяжело пострадал, ранение у него было в брюшную полость, и поэтому даже хирург мимо него проходил, потому что считал этого бойца, что он приговоренный. Но однажды во время обхода боец вдруг остановил хирурга и попросил его делать ему операцию. Да, его взяли на операцию, и этот воин перенес ее, выжил. Вот что значит самому себе сказать, не умирай раньше смерти. Понимаете, злость какая-то должна быть, вот хорошая злость по отношению к тому, чтобы жить. Естественно, подрастающее поколение страдает, потому что они вот в самом деле, скажем так, находятся на передовой нашей жизни. и поэтому им нужно очень помогать, поэтому наши молитвы, наши колыбельные их защищают до поры до времени, пока они не становятся, хотя вы знаете, вот они перерастают в ангела-хранителя и затем остаются возле человека всю оставшуюся жизнь. Но психологически мы должны себе сами помочь, если мы вообще не в теме, ни в какой, не в религиозной, и в храм мы, если вдруг не ходим вообще по жизни, если мы даже не крещеные, но надо самому себе помогать. Но есть же очень много различных аффирмаций. Во-первых, возлюбись самого себя сначала, потому что ты должен понять, что ты – это не ты, тело, это не твое тело, в этом теле просто живет твоя душа, дух, который в тебя вдули во время рождения, да, поэтому ты биокванто... забыла уже, как дальше сказала, одна умная женщина, кто мы такие? биоквантоцитобарика, умная 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 это умная умная слово. Итак, ложась спать, закрыв глаза, вы мысленно делайте себе установку, просто говорите, «я здорово» или «я здорово», «я полон энергии», «у меня все хорошо», и начинайте делать путешествия по своему телу и просить у него прощения. Например, пришли вы в мозги, вот представьте себе, что вы такой сделались, маленький, ну, это можно сделать просто, все зависит от того, от вашего воображения, как вы попадаете в свое тело. Ну, просто вот, можно просто сделать вдох, все, и сделаться малютеньким-малютеньким, и в свои мозги попасть, и сказать, «Мои мозги, извините за то, что я вас всю жизнь плохими вещами отравлял». Честное слово, в голове крутится вот такое наше обыденное, обычное слово, да, с испражнениями, да, связанное. Вот, по жизни, по жизни глумимся над этим телом, отравляем мозги и все прочее, но создали же спирт, обыденное, для того, чтобы протирать поверхности блестящие, для того, чтобы это служило топливом для машин, но не для тела, для сугреву, как вы говорите. «Поэтому, если теперь уже у вас что-то болит, поэтому просто проснувшись утром и ложась вечером, не уставайте себе повторять, «Я здоров, я совершенно здоров, мои мозги, извините меня за то, что я издевалась над вами, мои ножики, благодарю вас за то, что вы всегда выводите меня из трудных ситуаций, а теперь я вас прошу, мои ноги, чтобы вы меня не вели в неправильном направлении, чтобы я не шел в злую алкоголическую компанию. Моя печеночка, мои селезеночки, простите меня за то, что я вас так убил перееданием, обжигал ваши капиллярчики, ваши сосудики спиртными напитками. Мой желудок, прости меня, что я издевался над тобой неправильной едой». Вы понимаете, что я говорю от того, какие мысли мне сейчас приходят в голову для того, чтобы убедить вас в том, что вы сами являетесь себе доктором, что вы сами себе являетесь учителем. И нужная информация вам приходит в нужное время и в нужном месте, пока вы еще на пути. Поэтому старайтесь работать над собой. Ну, вот, кажется, я выполнила свою программу, которую наметила, о чем говорить. Поэтому вам говорю, пишите комментарии, хорошие или замечания какие-то. Нажимайте колокольчик, подписывайтесь на мой канал. Всего Всего вам доброго.